ну привет в этот чудесный день с вами я юрка сташин и путеводитель по курортному району залив место притяжения сегодня вы не узнаете из нашей передачи почему где агент жил в бочке карлсон на крыше а ленин к примеру в шалаше и не узнаете как вступить в ипотеку для того чтобы не повторять их ошибок но сегодня вы узнаете как получить яркие впечатления выходного дня и так шалаш ленина разлив поехали пожалуй до сих пор трудно найти в россии город в котором не было бы улицы да что там улицы проспекта ленина но мы пошли дальше что нам улица когда в курортном районе находится целый музейный комплекс шалаш посвященный владимиру ильичу пожалуй это самый известный в курортном районе памятник владимиру ильичу который является указателем и как бы манит тебя друг остановись поверни там шалаш на территории музея нас встретил заместитель директора по научно-просветительской работе михаил клеменко и так михаил скажите чем славно это место ну в первую очередь конечно это исторический контекст потому что события здесь проходили всего две недели ленин здесь был с 11 по 24 июля семнадцатого года вот эти две недели так имели такие сильные последствия для всей страны то есть потому что он здесь скрывался и не был найден потом уже произошла октябрьской революции и все остальное дальше мы знаем все что было да то есть продолжалось довольно долго тут вообще ощущение знаете как будто бы за из-за каждого угла на тебя смотрит сам ленин а мы на самом деле они когда здесь находились они смотрели по углам потому что кругом не то что часто мы ходили охотники лесники и они-то скрывались под видом финских косарей ленин это сбрил бороду его действительно когда мы сбрили бороду сбрили усы надел кепку пальто он стал похож на финна местного жителя зиновьев сложнее но он тоже побрился ему шевелю подстригли и поэтому как бы все равно здесь ходили и есть даже какие-то легенды когда они очень хотели особенно зиновьев поохотиться и антики пошли охотиться ленинского ладно идите с младшим емельяновым их нашел местный егерь отнял у них ружье вот ружье у них было с собой да с собой они пошли охотиться они взяли у емельянова но емельянов все это замял и егерь не узнал в в этих двух людях подпольщиков большевиков представьте всеми такие моменты если бы он узнал бы и понял что это тот самый владимир ульянов ленин который скрывается которого ищет полиция которую ищет собственно искали все в то время то бы все бы было по-другому михаил скажите от чего защищает этот забор потому что действительно его советской академии конечно же не было здесь маленький красивый заборчик потому что люди заглядывали фидель кастро даже вот есть фотографии даже чуть ли не залез туда его очень поразило вообще это место он здесь долго стоял 90-е годы все же менялось до менялся отношение к ленину к советскому наследию жгли жгли его не один раз а можно ли нам ну так по секрету проникнуть специально для вас святое для советского человека сейчас мы увидим так сказать переднюю в стоге сена он был больше на сами часом чуть поменьше метров пять был там было сделано углубление там было очень хорошо спать и никакой дождь ну снега в июле поэтому не было а мне не попадал то есть там было достаточно уютно на сене можно было разложиться и там спали и зиновьев и мне кажется что это даже крайне просторно а у нет никто не от них да но здесь сейчас мы не советуем не рекомендуем ложиться потому что все таки здесь животных много в том числе и змеи ползают у нас таблички есть неплохо что это решетка в 90-е здесь появилась мы обязательно этот забор поменяем и сделаем чуть поменьше сейчас все-таки народ успокоился но стал более культурный и как-то относится уже к наследию бережливо ответственно заявляем мы были последней съемочной группой который удалось запечатлеть этот забор и эти кадры полагаю можно считать историческим в музее все четко сказано сделано сам шалаш за несколько десятилетий передвигался а нынешнее его место закрепилась в 80-е годы 20 века все же историческая точка там где сегодня находится памятник я знаю что где-то здесь у вас есть необычный бюст ленина в которой многие при так сказать чуть не сказал прихожане многие паломники на это место любят приходить туда и загадывать желание ну не только паломники просто гости или кто здесь прогуливаются конечно нельзя не обратить внимание на этот бюст это он до алюминиевый бюст а давайте подойдем скульптора и стрибинецкого и стрибинецкого куда этот бюст в 2010 или 11 году передали нам из большого концертного зала октябрьский да он там я как понимаю уже не очень был нужен хранился в запасниках где декорации как мы знаем его конечно использовали по советское время по особым дням красным дням календаря были какие-то собрания партийные его выставляли на сцену либо в вестибюль мы коза большой достаточно да и вот там он красовался а теперь он здесь красуется и у него на самом деле очень интересная он у него акустика слышите какая внутри полы и да 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 и люди любят может быть загадывать желание так что не сказал ему какой-нибудь ну лучше конечно слов не проносить иначе не сбудется голова большая вот и личин был товарищ умными вот наверное думать что это каким-то образом взаимосвязано товарищи дети мы находимся на территории музея шалаш который посвящен вождю мирового пролетариата владимиру ильичу ленину и так предлагаю проследовать в музей ну чё вы не идете там интересно наверняка вас интересует что внутри самого музея кроме постоянной экспозиции здесь проводятся выставки петроград 1917 пульс революции так называется та выставка которую удалось посетить нам это огромный материал собиравшийся различными музеями петербурга к столетию революции задача у этой выставки современного нашего с вами современник так сказать современного обывателя погрузить в исторический контекст событий семнадцатого года чтобы обыватель мог примерно представить как жилось семнадцатом году то есть тут каждый каждый стенд каждая арка она содержит в себе описание хроники событий вот пожалуйста хроника затем как галерея значит самих вот деятелей семнадцатого года так и какие-то определенные исторические сцены вырезки из журналов в том числе карикатуры все это здесь присутствует с обратной стороны мы с вами можем увидеть афиши то есть тут культурная жизнь митинги концерты особая форма понимаете вот люди митинговали активно поскольку революция да все стремятся не упустить свои права и защитить их по возможности люди бурно митингую и в значит в российскую жизнь не только в петроградскую на петрограде это чувствовалось прежде всего вот ворвалась такая синтетическая форма самовыражения масс митинг-концерт это вы и митингуете и концерт смотрите слушаете и поете сами иногда вопрос такого рода скажите вот как бы вы лично вы вячеслав а характеризовали бы вот ваш музей какими-то простыми словами простыми словами музей но вы знаете мне как сотруднику трудновато подойти у нас весело понимаете многие люди они удивляются лишь как думают что вот шалаш ленина это какой-то агитационный музей запыленные понимаете что-то пионеры понимать до сих пор принимаются но этого тут уже нет то есть понимаете задача музея она сегодня выходит далеко за пределы каких-то там прежних агитационно пропагандистских функций которые исторически этот музей нес самого своего основания в 1925 году да то есть сегодня наша задача с одной стороны реконструировать подлинную историю шалаша потому что один из сидельцев шалаша григорий зиновьев был попросту выморан из истории он как штрекбрехер венегат предатель был выброшен то есть в шалаше остался один ленин вот так сказать задача одна из таких научных задач нашего музея и просветительских задач показать что история была не такой простой как ее изображали изображали в исторических учебниках в том числе в историко партийных да и по сей день в исторических то есть понимаете показать историю как некую такую вот сложную композитную палитру да они черно-белую фотографию в духе тех кто там мой взгляд если бы я никогда простой не глянусь никогда никогда шалаш имени ленина музей довольно продвинутый если можно так выразиться здесь часто проводятся выставки современного искусства да и само оформление музейного комплекса выглядит очень даже симпатично и интригующий ну и конечно как и большинство точек притяжения курортного района это место идеально подходит для прогулок в любую погоду дождь 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 ну чтож друзья приезжайте в шалаш в конце концов делайте свои шалаши или просто не забудьте взять с собой зонт как это сделал я а я вам желаю хорошей погоды дождь 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 для полосы спорта дождь и и и и и Продолжение следует...